Девушки, здравствуйте! Сегодня хотела поговорить немножко о теме, которая называется там «Ожидание». Потому что в последнее время сталкиваюсь с тем, что когда женщины и девушки приходят ко мне или приходят на программы, у них есть какое-то ожидание, ожидание чего-то, что там будет происходить. Но есть такой парадокс, что чем больше ожидания, тем больше боль. Ну, например, вы встречаетесь с мужчиной, и у вас есть какое-то ожидание. Вы посмотрели на него и придумали его себе. Увидели у него подбородок выступающий с ямочкой и решили, что он волевой человек. Или увидели мышцы, которые он накачал и создал себя, и увидели в нем достойного мужчину. Не факт. Поэтому ожидание равно боль. И откуда все это происходит? Откуда у нас появляется такая иллюзия, такая ловушка вот этих ожиданий бесконечных от жизни, что жизнь мне приготовила, или что я жду от своей жизни, или что я жду от этого человека, что я жду от своей работы. Это такая тема перфекционизма, либо тема такой отличницы, которая внутри нас сидит. И знание силы нам говорили, и когда ты что-то выучила, либо не выучила, тебе поставили пять, или поставили два, если ты не выучила, это в нас очень-очень глубоко сидит. И сейчас такая катастрофа происходит в сфере информации, вообще в сфере формирования нас как личностей, как людей. Это такой поток информации, который идет. И если вы смотрите и слушаете меня, то, конечно же, вы знаете, что такое поток информации. Если вы подписывались когда-нибудь на какую-то тему, которая вас интересует, например, тема отношений, личностного роста, или сексуальности тема, вас заваливают просто этой информацией, и после пятого-десятого спикера вы уже ничего не понимаете, идет передоз полностью, и информация похожа на воду, которую вас поливают как цветочек. Но цветочек можно убить водой, соответственно, как бы с информацией нужно что-то делать. И я хочу вам дать один интересный, может, совет, или, может быть, свое наблюдение, что ожидания из жизни – это разные вещи. И когда вы начинаете свой день, и когда вы просыпаетесь, ну, вот просто почувствуйте свое тело. Тело живет в настоящем, тело знает, какой будет день. Тело абсолютно включено в этот информационный поток, и поток событий, которые у вас в течение дня будут происходить. Понаблюдайте за ощущениями в теле. Но самый простой способ – это, когда ты проснулась, понаблюдай, какая у тебя ноздря дышит. Если у тебя включается левая ноздря, то тогда это… Ну, то есть хорошо она у тебя дышит, значит, у тебя очень хорошо работает. И день такой мужской будет, потому что у нас левая полушария – это логика, а правая полушария – это у нас женские интуитивные вещи. И очень важно понаблюдать, какая ноздря дышит, какой канал у вас работает. И если у вас планируется мужской день, то он будет посвящен размышлениям, то вы будете находиться в спокойном состоянии, вы будете решать вопросы через голову, и вам не нужно будет много бегать. Если у вас женский день планируется, да, если у вас тело настроено на женскую энергию, и у вас дышит правая ноздря, то тогда вы можете заметить, что в течение дня вам приходится много делать, быстро бегать, решать много-много вопросов, потому что мы отвечаем за пространство с вами, и мы отвечаем за то, чтобы все взаимосвязи были выровнены, чтобы дети были сыты, чтобы дома было чисто. Такая, знаете, история про женственность 21 века, когда мы взвалили на себя все, и работу, и состояние здоровья нашего мужчины и детей, и так далее. Поработать необходимо над тем, чтобы убрать бесконечные ожидания жизни, чтобы начинать уже жить, начинать делать то, что тебе интересно, больше узнавать себя, больше раскрывать себя, чтобы узнать себя, понять себя, а какая я? Или мне бесконечно бегать, узнавать какую-то информацию надо, или бесконечно нужно серфить этот интернет с какими-то реализованными женщинами, которые там и хорошо выглядят, и там 8 детей имеют, и 7 пятей во лбу. Нет, совсем не так. Вам очень важно себя найти, себя почувствовать. И реализовать и дело, и только дело в мире ценно. Только то, что ты делаешь, ценно. Сколько угодно можно сидеть и заниматься перебором этой информации, и сколько угодно можно знать, много, но вы все знаете примеры из жизни, что быть отличницей – это не значит потом быть успешной, реализованной женщиной. Сколько у нас отличниц, девочек, которые с красным дипломом закончили школу, вузы, чувствуют себя не так хорошо, как хотелось бы. Очень рада вас видеть, что слушаете меня. Это была Елена Кошелева, и я приглашаю вас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!